Рассказывает Барак Луфикум, здесь раньше особенно, намного это было сильнее, была так называемая полиция нравов, грубо говоря. Называется Хал Амру Бельмаруф Наль Мукар. Если, допустим, какие-то люди себя вели непристойно и так далее и тому подобное, они приказывают одобряемо прямо на улице, запрещали порисаемо. Во времена молитвы ходили, смотрели, кто магазины свои не закрыл штрафы, на это возлагались и так далее и тому подобное. И вот однажды увидели какого-то парня с какой-то девушкой на улице. Ну, понятно, что там ничего такого плохого нет, он просто гуляет. И они подошли к нему и спросили, то есть этой девушке, у этого парня, она твоей родственница и так далее, нет и так далее, и они их арестовали. В общем, парня отвели туда, где, ну, чтобы проучить, а девушку отвели в должное место. А эта девушка в парадже закрытая. И эта девушка подошла к тому, кто арестовала и сказала, а там офицер сидел, это мой родной брат, говорит. И если, говорит, он узнает, что я, говорит, здесь, это будет позор всей нашей семьи. Этот человек, субханал, так расприживался, а это его друг, тот начальник его. И он сказал, девушка, я тебя отпускаю, но больше так не делай. Туда-сюда. А она еще говорит, мне скоро замуж выходить туда-сюда, а я вот, это мой жених, а я вот поторопилась до замужества, с женихом вышла одна-одна, уединилась гулять и так далее и тому подобное. Если это будет позор для моего брата. И, в общем, этот человек ее отпустил. Потом этот брат подходит к своему шефу и говорит, брат, поздравляю, слышал, ты с сестренкой замуж собираешься выдавать. Говорит, у меня вообще сестренки нет. Вот такая хитрая девушка оказалась. Рассказывает старые времена. То есть то, что человек вот из этой организации, так называемой полиции нравов. Проходил рядом с колодцем или водоемом, где один человек доставал воду для своих верблюдов во время азана к молитве Магриб. То есть эти люди, что делали? Как бы, знаете, нараспев стихи читали. Когда нараспев стихи читают, на верблюдов это влияет. Удивительно. Они быстрее начинают ходить. То есть они читали стихи, чтобы верблюды шли быстрее. Потому что верблюды быстрее начинают ходить, когда им читаются стихи. И пришел этот человек, и с ним еще другие были. То есть человек из организации, который приказывает одобряемый, запрещает парицам. И начал, грубо говоря, наезжать на этого пастуха. А тот пастух был очень еще уставший. И он так, то есть ему это стало неприятно. Он взял палку и побил этого человека из полиции. Нраво своей длинной большой палкой. Этот убежал из полиции. Пришел к мечети. То есть встретился с одним из ученых, из внуков шейха Мухаммада. Он говорит, я сделал вот так, вот так. А этот взял, меня палкой побил. Видать, этот внук был какой-то человек, который, грубо говоря, имел власть какую-то и так далее. На второй день шейх сам отправился к этому месту во время заката солнца. То есть, видать, эти верблюды возвращались к закату солнца. И как он совершил омовение, потом повесил свой плащ на этот колодец. Потом дали время Магриба, дали азан на Магриб. И он подошел, как будто бы хочет взять этот свой, свою накидку. И сказал, то есть тот человек-пастух подошел, а там шейха накидка лежала. И он хотел взять эту накидку, отложить, чтобы начать набирать воду своим верблюдам. Он сказал, ях, и джазак Аллаху хайру. Он сказал, о брат мой, да воздаст Аллах тебе добром. Анта татлюбуль хайру филам аль-газа. Ты же желаешь добра вот в этом своем деле. Уанта аль-хайру. И действительно, это доброе дело, то есть напоить верблюда. Уалякин аль-ан азану аль-магриб, сейчас же аудвина аль-магриб, но сейчас же дали азан на Магриб. И уанна катава ботусал Магриб, ботарджима фата качай. Если ты сейчас пойдешь и совершишь молитву Магриб, и вернешься, то ничего не упустишь. И сказал ему очень мягкие слова. На что ему пастух ответил, джазак Аллаху хайру, да воздаст Аллах тебе добром. Марра алей амсураджу линджильф. Кама иянгару не вчера, говорит, тут один такой грубый проходил, говорит, начал на меня наезжать. И сказал мне такие плохие слова, я же даже разозлился. И не сдержал себя, пока не побил его палкой. Шейх сказал, ну не надо было его палкой, конечно, бить. Ты же, как говорится, в здравом разуме. Потом он обратился к нему мягкими словами. Поставил тот человек, который убил верблюда. Потом с удовольствием пошел и помолился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok